Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу все об орхидее, как сделать так, чтобы она так красиво цвела, красиво росла и чтобы не болела и в целом выглядела красиво и шикарно. Сегодня видео будет 5 вещей, которые любит орхидея и которым необходимо обязательно следовать. В результате, если вы будете делать точно так же, вы получите вот такое же потрясающее цветение. Конечно, это достигается не за один день, не за неделю и даже не за месяц, но надо набраться терпения и через несколько месяцев, конечно, ваша орхидейка зацветет. Сегодня я вам расскажу, как правильно ухаживать, как правильно посадить, чем подкармливать, ну и собственно, что делать, чтобы красиво ярко цвела. На самом деле, орхидея для меня это неприхотливое растение, за которым очень легко ухаживать. Я содержу ее более 15 лет. Первая моя орхидея как раз появилась даже, наверное, лет 16 назад. И вот сейчас моя коллекция пополнилась. И за эти годы я наработала много, можно сказать, методик, как вот, чтобы появились боковые почки на цветоносах, чтобы появились вообще цветоносы без стресса. Да, и вот видите, даже срезанные цветоносы появляются новые почки. Все это достигается легким, простым способом. Но прежде чем ваши орхидеи зацвели, их необходимо правильно посадить. В первую очередь, за ними надо правильно ухаживать, правильно сажать. И первое, что вам необходимо выбрать, это правильный горшок. За годы содержания орхидеи я пришла к выводу, что двойные горшки это самый идеальный вариант, чтобы не загубить орхидею. Потому что, если горшки выбирать с дырками по всей поверхности, то грунт очень часто просыхает и орхидея сохнет. А если поливать в поддон, то орхидейка хорошо питается. Вот смотрите, весной я пересаживала орхидейку. И вот она у меня до сих пор растет. И видите, даже зацвела. И у цветоносов появились боковые почки. Итак, сегодня я вам покажу, как еще пересадить правильную орхидею, как правильно выбрать грунт. Потому что, когда вы выбираете правильный грунт, у вас растение просто оживает и отлично потом цветет. Итак, из чего должен состоять грунт? Из мха сфагнума. Я предпочитаю уже покупать готовый грунт. Вот посмотрите, у меня орхидейка, она как раз растет. Мох, кора и керамзит. Можно добавить еще туда удобрения по желанию. Итак, самый главный ингредиент это мох. Но мха должно быть не так много. А мох удерживает влагу и помогает корнем питаться растением, чтобы вода лучше поступала. Также необходима кора сосны. Я всегда покупаю готовые удобрения от Биобустер специально для орхидеи. В них уже есть мох сфагнум, есть кора сосны достаточной фракции. Кора сосны очень качественная, очень хорошая. Подходит как для мелких орхидеи, так и для крупных. Вообще мелкую фракцию я люблю намного больше. Вот посмотрите, удобрения для орхидеи. И причем, знаете, там получается чуть больше 3 литров. И стоит это очень дешево, по мне так. Орхидей от Биобустер. Очень удобно. Я уже вам показывала орхидейку, которую я пересаживала очень давно. И она уже зацвела. Также кроме коры сосны есть керамзит уже пропитанный удобрениями. Средней такой фракции. Очень, кстати, удобный. И есть удобрения Биобустер. Ну, это для тех, удобрения для тех, кто не использует свое удобрение. Если вам надо, попробуйте, конечно. Вот. Вот такое вот орхидейка. Вы, наверное, помните, я пересаживала ее. Вот. Только кора там была чуть побольше. Кто-то говорил, что кора там огромная. Но вот производитель взял на заметку, сделал более удобную мелкую фракцию. Вот смотрите, хорошая корневая. И у меня сейчас нижний полив. Про полив мы еще поговорим попозже. Как правильно поливать, когда и сколько. И чем. Чуть попозже я об этом расскажу. Но сейчас акцент сделаем больше, конечно, на пересадке. Потому что большая часть орхидеи погибает именно потому, что она неправильно у вас пересажена. Неправильно выбран грунт. И некоторые почему-то вообще сажают в чистую землю. На самом деле орхидеи надо сажать только в воздухопроницаемый грунт. И состоять грунт. Вот. Я использовала очень многие субстраты. И идеальным вот сейчас как раз является кора, керамзит и мохсфагнум. Как раз вот биобустер предоставляет полный набор. И стоит он недорого. Смешиваем все эти ингредиенты. Ссылочку на грунт я оставлю в описании. Кому вот понадобится, обязательно посмотрите. Очень удобно, что есть уже все. Смешали и все удобно работает. Вот так вот смотрите. Хороший керамзит чистый. Уже мыть не надо. Мохсфагнум. Есть какие-то элементы, но это не страшно. Я иногда даже не убираю эти листики. Потому что они все равно, это природный материал, как удобрение получается для орхидей. А мох измельчаем, все перемешиваем. И у вас получается вот такой субстрат. Сейчас я буду пересаживать. Вам покажу, как это сделать. Вот мои орхидейки. Они приехали с Таиланда. Это сортовые. В данном случае это вивьен. Она росла в мхе. Но стаканчик уже начал рваться. Буквально там надо ее пересадить. Весь мох обязательно убираем. Все вы знаете, что мох накапливает воду и может держать большой объем воды. Но и у многих в мхе орхидеи гниют. Поэтому они не любят содержать. Чтобы растение и орхидейка не гнило, лучше иметь вот такой вот грунт. Вообще, для новичков, если вы впервые выращиваете орхидеи, если ваши орхидеи погибают, то обязательно пересаживайте в такой вот грунт, что кора, мох сфагнум и керамзит вместе. Вот я очистила орхидеи корневая. Смотрите, какая огромная корневая. Вообще мощная. Хотя я на корневую ее, по-моему, даже не подкарнула. Но, в принципе, все свои орхидейки одинаково корнила. У кого-то растут корневая, у кого-то не растет. В общем, на дно горшка кладем мох сфагнум. Чтобы он держал влагу снизу, подпитывал весь грунт сверху наверх. И ставим нашу орхидейку. Хорошо так фиксируем. В принципе, горшочки у меня на 600 мл. Это совсем мини-мини орхидеи. Вивьен. Ну и укладываем, трамбуем наш грунт. Чтобы и орхидейка ровно стояла. В принципе, мини-сорта. Они очень красивые, компактные. Красиво цветут. Не занимают много места. Мне они нравятся. Я знаю, что есть любители орхидей. Больших орхидей, огромных под метр. У меня тоже такие есть. Есть орхидеи, именно мини-орхидейчики. И тем более, они такие цветастые, с желтыми листиками. Очень красиво. Вот такие двойные горшки помогают удерживать влагу. То есть, вода снизу испаряется. И корни получают достаточно влаги. Своего рода капельный полив. Даже не капельный, наверное. Своего рода туман. Такой рассеянный туман. Такая незначительная влажность горшки имеется. Если внизу горшка будет вода. Вот такой горшочек я пересадила. Я все три растения пересадила. Я потом возьму еще горшочки. Буду пересаживать все свои мини в такой грунт. Вот видите, скантион. Это у нас мокко. Два цвета носика. Тут она упала, листик сломался. Бывает иногда они маленькие. И эти горшки китайские неудобные очень были. И падают. Такие горшочки более удобные. Кстати, идеальные. Самые идеальные горшки. Которые есть для орхидей. Грунта осталось еще очень-очень много. Я потратила всего полтора литра грунта. И там осталось очень много. Итак, третье и четвертое правила одновременно. Это полив и подкормки. Итак, по поводу полива. Поливаем всегда сверху. Но вода остается где-то 1 или 2 сантиметра снизу. Также орхидеи можно кормить. Кормить можно любыми удобрениями. Проще всего их кормить с ровной формулой НПК и другими макро-микроэлементами. Я еще предлагаю туда добавить какие-нибудь аминокислоты и витамины. Я взяла дозатор. И всегда, когда я подкармливаю орхидейки, я использую половинчатую дозу, которую рекомендует производитель. Вот, например, этот производитель удобрения 18-18-18, то есть там азота 18, фосфора 18, калия 18, рекомендует 2 грамма на литр. Я добавила 1. Это очень удобно. В целом поливать, удобрять можно в каждый полив или через полив. Я лучше рекомендую делать это через полив. Если вы хотите, чтобы образовывались дополнительные боковые почки, и если ваша орхидея не цветет, то добавляем стимуляторы роста. Я о них уже говорила. Говорила, что самые удачные это Мегафол, ну и любые другие стимуляторы роста, которые очень эффективны. 2 мл на 1 литр воды добавить вместе с удобрениями. Потому что стимуляторы роста без удобрения не работают. А стимуляторами роста поливаем всего 2 раза, не больше. То есть стимулируем всего 2 раза. Потом растения в течение 2-3 недель выпустят уже новые цветоносики. Вот видите, вода остается. И орхидейка. В течение 2 недель я эти орхидеи больше не поливаю. Вот такая удобная леечка. Можно поливать игрушкой. В принципе растения тут небольшие. Можно поливать любым способом. Как я уже сказала, я свои орхидеи вот таким вот способом, двойным горшком поливаю всего 1 раз в 2 недели. То есть вода за 2 недели, иногда даже за неделю там испаряется. И они стоят просто сухими. И я их потом опять поливаю. Если я вижу, что листики слегка становятся чухлыми, ну и как-то она по-другому. Во время цветения горшок вообще все время надо держать, чтобы в поддоне находилась вода. Иначе цветы могут опасть. Если цветам не хватит воды, то она 100% их скинет. Поэтому во время цветения очень сильно следите за поливом. Во время цветения можно кормить. Потому что во время цветения растение тратит огромное количество макро-микроэлементов, питательных веществ. И если ей их будет не хватать, она либо скинет цветы, либо листья начнут желтеть. То есть она вытягивает все питательные вещества, будет из листвы. Итак, последнее правило, что любит орхидея, это подсветка. Чем мощнее будут лампы, тем лучше эффект. Вот у меня, видите, стоят две лампы. Разные немного, но как получилось, две лампы на 50 ватт. То есть хорошая подсветка помогает еще стимулировать именно рост всех цветоносов. И вот такое шикарное, просто пышное цветение. Конечно, это заслуга не только ламп, но и подкормок. Сочетание подкормка, вода и лампы дает такой вот шикарный эффект. Ничего сложного вообще в этом нет. Когда вы привыкнете, у вас обязательно все получится. То есть горшочки, грунт, освещение, подкормки и полив. И все, больше растению абсолютно ничего не надо. И оно вас одарит таким вот шикарным, потрясающим цветением. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, всегда с вами Елена. Субтитры сделал DimaTorzok